«За дверью» – так называется художественный проект, посвященный борьбе с домашним насилием. В его рамках в Алматы открылась выставка современного искусства. В ней приняли участие известные казахстанские художники. В их работах – реальные истории жертв. Григорий Беденко продолжит тему. Искусство против домашнего насилия. Художественный проект «За дверью», призванный обратить внимание казахстанцев на эту проблему современного общества, запущен по инициативе казахстанской компании «Ситикс» в партнерстве с международной торговой площадкой «Байнанс NFT». В новом проекте «Ситикс» объединяет представителей креативной индустрии, которая работает в разных жанрах изобразительного искусства – перформанс, паблик-арт, видео-арт. На выставке, которая открылась накануне в Алматы, представлены работы известных казахстанских художниц и творческих команд. Эта тема волнует очень многих людей, и очень многие захотели поучаствовать. Там у нас будут мастер-классы по самообороне, у нас будут лекции психологов, как с этим работать. Основой проекта стали реальные истории из жизни пяти казахстанских женщин. Художники переосмыслили их воспоминания и воплотили в совершенно разных образах искусства. Цель проекта, как ее озвучивает «Ситикс», громче заявить о проблеме домашнего насилия, призвать зрителей к сопереживанию и сочувствию. Авторы проекта делают это через искусство и надеются таким образом привлечь к проблеме внимание молодого поколения. В целом, для того, чтобы это было интересно более юному поколению, потому что на него важно и нужно влиять. Именно они, наверное, наиболее активны сегодня, и они должны уметь не только отстаивать свои права, но и в последующем строить свое будущее правильно. Работы казахстанских художниц, принимающих участие в выставке, оцифрованы и выставлены на продажу на Marketplace. Binance как эксклюзивная коллекция NFT. Все вырученные средства организаторы проекта «За дверью» направят в помощь жертвам бытового насилия в Казахстане. Григорий Беденко, Эдуард Кон, Алматы, Хабар, 24.